Сегодня один. Где твои братья-музыканты? Или ты сегодня за троих отдаваешься? Слушай, я сегодня решил, что ну его нафиг, я поеду на концерт на метро, потому что ну пробки в городе просто невменяемые. И пацаны где-то в пробках вроде как успевают, но надеюсь успеют. И как часто ты катаешься в метро? Или только на концертах Миши Марвина? Я ненавижу метро, честно. Вот признаюсь, я не из тех, кто говорит, да мне не впадло спуститься в метро. Мне реально впадло спуститься в метро, потому что, блин, ну мне там душно, некомфортно. И особенно, знаешь, я не люблю тупящих людей, которые идут. И в какой-то момент они словили просто послание из космоса. Им прям вот нужно в этот момент резко остановиться, стоять вот так смотреть. И это происходит перед твоим носом, это меня раздражает. Но бывает, частенько спускаюсь в метро, потому что пробки в Москве, сами знаете какие, а блин, нужно успевать. Чего ожидаешь от сегодняшнего концерта? Я, во-первых, хочу, чтобы Миша сам кайфанул от этого концерта и чтобы он остался им доволен. А доволен он им останется только по овациям зрителей. Я надеюсь и уверен, в принципе, что сегодня будут овации очень громкие. А ты помнишь вообще свое первое выступление не в группе МБЭТ, а именно свое? Я помню первое свое выступление, это было в школе. Я пел песню под гитару группы Битлз с песней Yesterday. Сзади происходило какое-то театрализованное постановление, театрализованное постаново от моих одноклассников. Это был какой-то трэш, но я этого благо ничего не видел, потому что я играл на гитаре. И я помню, что тогда я впервые в жизни захотел стать артистом, потому что мне кричали, мне аплодировали. И я понял, насколько это приятное ощущение. Ты недавно выпустил свою сольную песню, а ты бы не хотел записать дуэт с Мишей? Вполне возможно. Я только за. Он очень талантливый, очень музыкальный парень. И с учетом того, что мы друзья, вполне возможно. А какой бы совет мог дать Миша перед его первым сольным концертом? Я бы дал ему совет. Мишань, кайфуй, кайфуй.